Исхак Он сказал, что очень часто мы не находим время на Бога. И я вспомнил одну притчу, или даже такой есть фильм небольшой, что был один человек, который был монахом, и он каждое утро вставал, молился утром, все у него было хорошо. Он шел, есть и молился. Потом у него было особое время для того, чтобы изучать Писание. И весь день у него было распределено то, чтобы он уделял время Богу. И потом он посмотрел на своих соседей, которые жили рядом с ним. Там была пожилая пара. И у них было очень много детей. Они встают утром. И отец надевает один носок и говорит, Господь, благодарю тебя, что я встал. И потом он бежит по своим каждодневным делам. И на этом вся его молитва была закончена. И тогда монах увидел, как молится его сосед, подошел к священнику и сказал, что это за пренебрежение. Почему он не отдает всю славу Богу? Он говорит, я тебе потом объясню. Но пока у меня для тебя задача. Он говорит, вот так вот. Возьми и налей в ложку масла. А в другую руку возьми свечку. И выдели вокруг храма обойди. Тебе нужно сделать так, чтобы свечка не погасла и чтобы ни одной капли масла не пролел. И он говорит, что если ты на это соглашаешься, и вдруг с тобой что-то произойдет, капля разольется, вообще не дай Бог тебе, ты такое наказание не получишь. И он, естественно, сосредоточился, взял все в руки. Смотрит и на свечку, и на масло, чтобы не батутся. Он идет очень аккуратно, обходит все препятствия. И он переуспевает. Он весь был в таком радостном возбуждении, что у него ни капли не пролелась, извечка не погасла. И вот такой радостный приходит к священнику и говорит, вот видишь, я смог это сделать. И он говорит, сколько раз ты молился, пока ты шел. И он тогда стоит в шоке. Он говорит, я даже об этом не думал в тот момент. Потому что я настолько был занят, был настолько сосредоточен. Он говорит, ну вот такова жизнь той пары. Для чего я рассказываю вам этот рассказ? Не для того, чтобы оправдать тех, которые не молятся. Но показать тех, у которых действительно много лишнего времени. Чтобы мы не говорили друг про друга, почему он такой, а я вот такой. У каждого свой путь. Бог ведет каждого своим особенным путем. И жизнь человека непростая. И нам нужно каждый момент уделять и искать то время, которому мы можем уделить Бог. И не всегда это происходит. И иногда это сложно. Но нужно к этому стремиться. Нужно пытаться. Даже если не всегда мы преуспеваем это. Поэтому не подумайте просто об этом. Что значит, что Иешуа есть путь? В последний раз, Иешуа сказал своим ученикам. Он сказал, я есть путь, истинный, и жизнь. И никто не приходит к отцу, как только через меня. Помните эти места Писания? Что значит, что Иешуа есть путь? Что значит, что Иешуа есть путь? Представьте себе дорогу, путь. И зачем нам нужна дорога? Зачем нам нужна дорога? Для того, чтобы прийти к пункту назначения. Нам нужно куда-то прийти, нам нужен путь туда. Иешуа говорит, я есть путь. Иешуа говорит, я есть путь. Он говорит, я путь к отцу, я путь к Богу. Он говорит, не возможно прийти к Богу, как только через меня. Он говорит, я единственный путь. И когда мы размышляем над этими местами Писания, и уже думаем в наше время, в нашей вере, мы пытаемся понять, как это соотносится с нашими друзьями и с нашим окружением. И ты думаешь, вот есть люди, которые не верят в Иешуа. Например, религиозные евреи. И тогда ты просто проник, думаю, что у них нет никакой возможности приблизиться к отцу. Но вопрос в том, что имел в виду Иешуа? И я думаю, что одно из того, что имел в виду, это то, о чем мы сегодня читали в недельной главе. Мы сегодня читали про День Искупления. Я хочу, чтобы мы еще раз прочитали эти местописания. И в виду 16 глава. Господь говорил с Муше после смерти двух сынов Ароны, которые приблизились к Господу и погибли. И Господь сказал Муше, возвести своему брату Арону, что не во всякое время можно ему входить во внутреннее святилище за зависть. К навершию, что на ковчеге, а не то он умрет. Ибо я буду являться там, над навершием в облаке. Собираясь войти во внутреннее святилище, он должен привести быка для очистительной жертвы и барана для всесожжения. Пусть наденет священную ленную рубашку и штаны, прикрывающие плоть. Пусть опоявшится леным поясом и на голову повяжет длиной тюрбан. Это священные одежды. Он должен надеть их, совершив омовение. Он должен принять от общины сынов Израилевых двух козлов для очистительного обряда и барана для всесожжения. А от себя он должен привести быка для очистительной жертвы, чтобы совершить искупительный обряд за себя и за тон свой. Пусть он также возьмет двух козлов, поставит их перед Господом у входа в шатер встречи и ухажет, какой жеребий выполнен каждому. Один предназначен для Господа, а другой для Азазеля. Пусть он говорит, что Бог говорит с ним лицом к лицу. Кто-то помнит, кто это? Моисей. Только про Моисея написано, что Господь говорил ему лицом к лицу. «Ни у какого другого человека не было возможности приблизиться, быть в присутствии Бога». Моисея написано, что Господь говорил ему лицом к лицу, для того, чтобы действительно видеть его лицо и приблизиться к нему, как была возможность у Моисея или у великого первосвященника. Только первосвященник могла заходить в Святой Святых только один раз в год. Подумайте, если бы мы в современное время наполнялись Духом Святым только раз в год, есть такие, которые были бы рады, что только раз в году только раз в году Великий правосвященник мог зайти в Святой Святых и услышать Бога. И вся недельная глава показывает нам две картины. И эти две картины противоречат друг другу. Одна картина – это Святой Святых. Место света и источник жизни. И источник святости и чистоты. То место, где только помазанник Великий правосвященник может зайти туда. А второе место противоположное. Это написано про пустыню, которая называется землей усташенной. Землю, которую отрезали и отвержили землей. Туда посылали козла отпущения. И это место связанное с нечистотами, с грехом и с преступлениями. Итак, одно место, куда первосвященник заходит вместо чистоты и жизни. А с другой стороны, простой человек, который не является ни священником, ни левитом. Обычный человек из народа Израиля, которого мы выбрали. Который идет с козлом отпущения и ведет его в эту пустошу. Отверженную землю, землю нечистоты. И эти два примера оба говорят про Иешуа. Мы потом вернемся, я объясню свою точку зрения. Но для того, чтобы зайти в святое святых, нужно было преодолеть зависть. Это было препятствие, которое называлось завистью. Поэтому это препятствие разделяло и отделяло святое место, и ни один священник не мог зайти туда. Только великий бюро священника. Я хочу прочитать за пять стихи местописания, которые Иешаак уже прочитал. В послании к евреям в 9 главе написано. 9 глава 11 стих. Великий бюро священник заходил, принес жертву и встречался с Богом. Он очищал весь народ. И вот что написано про него. Но Машиах при восхищении будущих благ, притягивав большую и совершеннейшую скинью неруботворенную, то есть ни такого устроения, ни с кровью козлов, ни тела. Он со своей кровью однажды вошел во светилище и приобрел вечное искупление. Если великий бюро священник не был особенным, он не был особенным, потому что он грешил так же, как любой другой человек. Он, естественно, пытался сохранить себя. Но факт остается в том, что сначала ему нужно было принести жертву за свои собственные грехи. И потом он, из-за свои грехи он приносил быка в жертву. И это происходило год за годом. И это происходило год за годом. Потому что нужно было заново освящать народ. Но про Ишуа написано, что он зашел со своей собственной кровью. И он сделал это один раз и навсегда. И он дал нам искупление один раз и навеки вечными. Подумайте, какая разница. Год за годом нужно было делать это. А здесь только один раз и навсегда. Давайте мы прочитаем из Евреям 10 главу 19 стих. Помните, мы говорили про Схинью, как она была устроена и что она означала. А сейчас мы пришли к святой святым Икзалиси. Потому что именно это отделяло всякого человека от Бога. И так, братцы, имеют верзновение обходить во святилище посредством крови Ишуа Машеха путем новым и живым, который он вновь открыл нам через зависть, то и через плоть свою. Написано, что зависть – это тело Ишуа. И через зависть у нас есть это право зайти посредством его крови. Что это означает? Как его тело означает зависть и наоборот? Помните, когда Ишуа распяли? Произошло нечто очень особенное. Написано, что зависть в храме разыгралась надвое. И мы думаем, что такое зависть? Может быть шторка такая небольшая? Зависть была очень тяжелая. Иосиф Флавий пишет, что для того, чтобы можно было порвать эту зависть, нам нужно было две группы стада. Две губы стада овец. То есть она была настолько сильной, что человек своей силой не мог ее разодрать. А ткань и плотность была как человеческая рука. Невозможно было разодрать эту зависть. И вдруг, когда Ишуа умер, эта зависть раздралась сама по себе. Потому что Ишуа принес себя в жертву. Когда его тело было проломлено, когда он принес эту жертву, то зависть раздралась. Он открыл новый путь к Богу. Это то, что имел в виду Иоанн, Ишуа, то, что говорит, что я есть путь истинной жизни. Он дал нам новый путь, особенный путь, для того, чтобы зайти в святую святых. И он сказал, это действительно новый путь, до этого такого не было. Никто не мог понять это. Но вот зависть раздралась. Жертва принесена, и ему кровь очищает нас. И теперь у нас есть путь к Богу. И то, что особенно, что Бог дал эту опцию всем людям. В Ефесянах написано и про язычников, про другие народы. Написано, что они были отделены от Бога. Что было какое-то препятствие. Но это Бог убирает, дает возможность другим народам прийти к нему. Это что-то очень особенное. Подумайте, что сейчас не один раз в году. Но каждый день у тебя есть возможность прийти в святую святых. Мы не очень понимаем это. Потому что мы сегодня живем как будто в двух мирах. Один мир, это наш физический мир, в котором мы встаем каждое утро и идем на работу. Но есть также духовный мир, в котором находится Бог. Где находится наше служение. И там находится наша встреча с ним. Святой и святых. Куда мы можем прийти. И вопрос, если мы приходим туда. Об этом говорит сегодня Ицхак. Возможно, мы забываем, но Бог говорит, что Он также сделал нас священниками. И у нас есть та же обязанность зайти в святую святых. Чтобы пополнить. И молиться. Может. И защитить что-то для других людей. Я хочу продолжить читать. И, имея великого священника над Довом Божьим, приступаем с искренним сердцем и полной верой. Краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистым. Для того, чтобы зайти в святой святы, тебе нужно очиститься. Об этом говорил Иешуа. Это то, что он сделал для нас. Но также ему нужны наши согласия. Нам тоже нужно приложить небольшое усилие. Бог даст тебе силу измениться, если ты приложишь усилие, если у тебя будет такое желание. Но если у тебя не будет желания, ничего не поменяйте. Если ты продолжишь себя вести так, как ты себя видишь, то нет никакого смысла в его жертве и в его крови. Приближаться к Богу. Приступаем с искренним сердцем и полным. Будем держаться исповедания и упования неуклонно. Он говорит, что мы будем держаться той надеждой, которая у нас есть. Та надежда, которую мы всем указываем. Мы иногда говорим с людьми и говорим, что мы верующие. Иешуа сделал кое-что для нас. Мы рассказываем это другим людям. Есть, которые рассказывают об этом больше, есть, которые меньше. Но здесь написано, что мы должны стоять в этом крепко. Потому что будут различные обстоятельства в нашей жизни, которые попытаются сломать эту веру. Которые попытаются сломать эту надежду. Возможно, это будут очень даже мудры и умные слова. От людей, которых ты очень уважаешь. И, возможно, играются, которые для тебя примером. Возможно, это просто твои друзья. Потому что мир, в котором мы живем, на нас очень влияет. Помните, я в прошлый раз говорил про прекрасные слова. Которые могут описать твою веру совершенно другим путем. И сказать, это того не стоит. Это неправильно. Вот иди этим путем. Но здесь нас предупреждают, что нам нужно стоять до конца. Чтобы мы не уклонно стояли. И не поколебались. Чтобы мы не поколебались. И это не так просто. Особенно сложно это для молодежи. Когда они находятся в школе или потом в армии. Очень много общественного давления. Но это наша надежда, за которую мы должны держаться. И написано, что это должна быть наша уверенность. И мы должны иметь твердую уверенность в нашем сердце. Потому что если у нас есть какое-то сомнение. То всегда это сомнение будет искать дверь, куда открыть и зайти. Написано, верен обещавший. Если Господь что-то обещает, Он всегда это исполняет. Всегда Он исполняет. Не может быть, чтобы Он сказал и не исполнил. Может быть, Вы пытаетесь вспомнить, когда Бог что-то сказал, потом изменил свое мнение. Есть такие случаи в Библии. Но это только когда Он пытался помиловать людей. Когда Он пытался наказать, а потом изменил свое мнение и проявил милость. Только по его милости и любви. Но остальные вещи, если Он обещает, Он обязательно исполняет. Мы не верны. Мы не верны. Мы можем сегодня сказать одно, а завтра уже изменится умение. И ты также нанесешь к всем, что не говоришь о том, что ты такого не говорил. Это происходит. И если он верен, то то, что он обещал, он исполняет. Не в надо. Нужно говорить о том, что он подчеркнул. На сознание, где она из-за. И словах, он может не проявлять, что он может быть сказал и надея. Написано, что мы должны быть внимательны друг к другу и поощряют друг друга. Иногда, когда человек приходит к Богу, он думает только о себе. Он пришел к Богу, он пришел к вере, он говорит, ну все, я уже спасся. А остальные меня не интересуют. Возможно, если сильно не прилагать усилия, кое-что и сделает. Возможно, может помочь кому-то. Есть такие люди. Эгоизм. Это эгоизм. В храме и в Скинии приносились жертвы не за одного человека. Человек сам за себя каждый день мог приносить жертвы. Но приносилась жертва за весь народ. Для того, чтобы очистить весь народ, всех людей, все слабости. Иллюхим всегда говорит о группе людей, о народе. Важно ему весь народ, не только один человек. Когда мы говорим про Иллюзавет и про Ишуа, всегда мы пытаемся говорить только про себя. Но Богу важны также и другие. Он приводит тебя к себе для того, чтобы ты позаботился о других. По-другому, что из этого выйдет? Подумайте, что если бы ученики Ишуа остались своей группой, никуда бы не пошли. Что бы произошло? То вера бы не получила своего развития. Она не дошла бы на тех мест, где белого человека не видели в глаза. Но из-за того, что они приложили усилия и позаботились о других людях, сегодня практически не осталось людей, которые не слышали про Евангелие. Возможно, есть в каких-то отдаленных местах. Но это из-за того, что Бог заботится обо всех. Он говорит, заботитесь друг от друга. Он говорит, обратите внимание. Обратите внимание. Посмотрите в своем сердце что происходит с другими людьми. Для того, чтобы он могил поэширать друг друга в любви добрым делами. Это очень важно. Мы очень важно. Но, правда, иногда, если мы не забываем друг от друга, то как мы тогда обширим? Если, как я в прошлый раз сказал, мы говорим про друг друга некрасиво и обижаем друг друга, мы не можем терпеть друг друга. Тогда что мы можем сделать вместе? Как мы можем быть в единстве? Подумайте, человек попросил у тебя что-то? У него больше не было к кому обратиться. Потому что помощь нужна вовремя, в то время, когда у тебя просят ее, не завтра и не послезавтра. Когда у тебя просят ее, ты не помог. Потому что всегда есть какие-то причины, почему нет. И потом, как ты можешь с этим человеком проводить время и молиться ему будет тяжело? Потому что он надеялся на тебя. А если кто-то тебя обидел, то вообще видеть этого человека не хочешь. Нужно аккуратно относиться друг к другу. Здесь написано, что не будем оставлять собрание своего, как у некоторых обычаев. Есть люди, когда мы говорим про общину, говорят, зачем нам нужна, в принципе, община. Я верующий. Я уже много знаю. Есть такие причины, почему люди не приходят в общину. И одна из этих причин, это наша гордость. Так же, об этом сегодня немного говорит Ицхак. И вдруг ты чувствуешь, что эта община уже ничего нового не научит. Потому что ты уже очень развитый, очень мудрый и умный. Что он уже мне в своей проповеди может сказать? Я уже знаю все. И есть люди, которые из-за этого оставляют общину. Это также является частично эгоизмом. И мы иногда думаем, что мне община даст, что я получу от нее. И мы не думаем, что я могу дать. Потому что община, она для того, чтобы едовать, не только для того, чтобы получать. Поэтому мы собираемся, чтобы делиться чем-то. Не только для того, чтобы изучать Слово Божье. Это очень важно. Написано про учеников, что они каждый день собирались вместе. Вместе пренобрали хлеб и вместе малились. У нас нет возможности собираться вместе каждый день. Но проблема не в том, чтобы мы возвращались друг на другом. Если вы возвращались вместе, то вы думаете, что все, что вы уже знаете, что ни одного не нужны. Потому что если думаешь, что ты уже все знаешь и никто тебе не нужен, то возвышаешься, это большая проблема. И если ты знаешь все, тогда ты научи. Пожертвуй и послужи. Вторая проблема, почему иногда люди не приходят в общину. Они пришли один раз, может быть два. И они увидели, насколько эта община несовершенна. Есть люди, которые приходят и ищут только недостатки. Вы знаете, что есть такие люди? Во всем ищут недостатки. Они видят стакан полупустой. Не полуполный. И они говорят, вот как они себя ведут, здесь мне шалом не сказали, там мне некрасиво ответили. И это ранит человека. И потом он уходит. И больше не приходит и не хочет приходить. Я вам скажу одно предложение. То, что человек ищет, то он и найдет. Если он ищет недостатки, то их он и найдет. А если человек ищет любовь и совершенство и положительные вещи, то он их найдет. Как вы думаете, есть какая-то община людей без недостатков? Как вы думаете? Или вы уже спите все? Нет общества людей без недостатков. Потому что если, то у каждого человека есть слабость и недостатки. А община состоит из группы людей. В каждой общине есть недостатки. Если ты выглядываешь эти недостатки, если тебе они важны и ты на это обращаешь внимание, тогда попытайся послужить и изменить эту ситуацию к лучшему. Для этого Бог собирает нас вместе. Чтобы мы могли улучшить наши слабые стороны. Поэтому каждому он дал особенный дар. Чтобы ты с собой закрыл эту дырку или недостаток. И если каждый будет так действовать, будет меньше недостатка. Потому что если мы будем ободрять друг друга. Ободрять это очень важно. Потому что часто мы хотим не ободрить человека. А унизить и задавить его. И среди верующих это тоже происходит. Ободрить друг друга. То, что дать ему какое-то слово, которое поднимет его. Потому что у нас есть среди нас есть люди, которые положение так и так трудное. В каждой общине есть люди, которым так и так трудно. Они проходят трудные вещи. И ты прошел и бросил слово такое небольшое. Возможно взгляд. И все это убило. Это была последняя капля, которая убила человека. И ты даже усилия не приложил. Возможно даже ничего плохого не думал. Так ты себя ведешь каждый день. И возможно другие люди в этом не видят проблемы. Но тот человек может быть из-за того, что ему в любом случае сложно. Он обращает на это внимание. Поэтому нам нужно действительно заботиться друг с другом. Поэтому мы общины. Поэтому мы хотим развить наши отношения друг с другом. И поработать вместе для Бога. Чтобы мы поощряли, обыдряли и вели друг друга. И с другой стороны также и прощать. Потому что если человек что-то имел в виду и сделал, то тоже и такого прощать надо. Сегодня нам есть куда прийти. Сегодня нам есть куда прийти. Мы можем прийти к святому святы, где путь уже открыт. Потому что Иешуа с одной стороны был великим первосвященником, который принес свою жертву. И показал нам путь к источнику жизни и святости. С одной стороны он был как простой человек. С другой стороны он был как простой человек. Он был единственным, который был совершен без греха. И смерть не смогла удержать его. Потому что он был чист. И Господь воскресил его из мертвых. И вот этот Йом Кипур показывает нам эти два примера. Иешуа с одной стороны как великого первосвященника Всевышнего. который заходит к источнику жизни, к самому Богу и приводит нас туда. С другой стороны как простой человек, который берет этого козла отмышления. Он приводит его в отделенную землю. Мы есть тело Иешуа. И у каждого есть своя обязанность. И когда мы наполняемся Богом и источником Его жизни, мы можем также поделиться с другими. А если мы не наполняемся и не служим как священники, то так же мы не можем нашему ближнему дать ничего. Подумайте об этом. Приложите усилие. Потому что Иешуа открыл путь. И путь открыт нужно только идти в него. И идти не так просто. Он не наполнял. Давайте мы помолимся. Раба, я не муделиха обурдавашенха. Отец наш, мы благодарим тебя за двое слово. Мы не прилагали усилия, Иешуа сделал за нас все. Каждому человеку дал возможность прийти перед тобой. Открыл ворота к святому святых. Там, где ты говоришь к нам. Каждый день, каждый час, возможно каждую минуту. Возможно, сколько мы хотим. В зависимости от того, сколько мы хотим. Помоги нам больше хотеть, и больше прилагать усилия. Мы иногда по-другому песни, как хорошо пребывать, в шатрах твоих. И в доме божьих. Мы хотим быть там, отец наш. Тазол, לנו, захзак, и от отец его. Помоги нам-окерпить нам, и у наших людей. Подноситься друг к другу. Суможение, не важно в какой-то статус. Леодеть, и не ледрох. Апатриаты не маступат. Аминь. Отец, пусть Твою мир наполнит наше семье. Шалом, шлемун, дарва. Мир и совершенство и любовь. Во имя Ишло. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова